Мы находимся на ежегодной итоговой пресс-конференции президента на Манежной площади. Мне хочется показать вам эту закулисную жизнь и какие-то нюансы, которые не попадают обычно в объектив. Более 500 представителей региональных, федеральных и иностранных СМИ. Пять часов общения и озвучено 55 вопросов. Посещать удается ежегодно, задавать вопросы, к сожалению, не ежегодно. Но в прошлом году это не удалось. Если можно было бы объявить цвет этой пресс-конференции, то он был бы красным. Многие девушки выбрали именно такие костюмы для привлечения внимания. Но счастливым, алым он стал лишь для единиц. На самом деле все просто. Это не столько способ привлечения внимания, сколько попытка рассказать о нашем прекрасном городе. Это Нижний Новгород. И изображен здесь наш Нижегородский Кремль. Одна из наших главных достопримечательностей на всем моем наряде. За странные наряды и национальные костюмы взгляд также цеплялся. Очень много корреспондентов проявили изобретательность. На плакатах сердца, портреты, яркие надписи. Кто-то во время конференции даже позволял себе настойчиво кричать. В холле перед началом пресс-конференции можно было услышать много иностранной речи. Французский, тюркский, японский. Персидский мы не знаем. Вы представляете, какой телеканал, какую страну. Иран, представительство государственной телевидения Ирана. Во время двойного досмотра у участников конференции, многие из которых проделали большой путь, изымались продукты и бутылки. Я, честно говоря, без еды и без воды. Мне кажется, что в принципе три часа можно просидеть без всего. Тем более фуршет для прессы стандартно был предусмотрен. Это тот случай, когда наша служба и опасная трудна, но обед никто не отменял. Кроме проверки безопасности проводился и медицинский контроль. Мы сдавали три ПЦР-теста, прежде чем приехать сюда, узнать, каково наше состояние. Среди коллег, знакомых было такое, что кто-то на полпути сошел? Нет, все пять человек, мои коллеги, у всех отрицательно, все три теста. И чувствуют себя хорошо, настрой боевой. Из-за ковида в этом году на пресс-конференции было в два раза меньше журналистов, чем обычно. Если через год ситуация станет лучше, то конкуренция среди представителей СМИ усилится. Мариана Гейт, Андрей Терехин, Смотри Хабаровск. Мариана Гейт, Андрей Терехин, Смотри Хабаровск. Мариана Гейт, Андрей Терехин, Смотри Хабаровск. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...